В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Леся Харлина. Главная тема сегодня. Кровати по ниточке и день по распорядку. О жизни первокурсников изнутри. Что не продадим, съедим сами. Задержана преступная группа наркопродавцов. Права и обязанности об основополагающих принципах судебного разбирательства. Многие выпускники школ с нетерпением ожидают начала студенческой жизни. Для того, чтобы избавиться от контроля родителей и начать самостоятельно распоряжаться личным временем. Но есть вузы, где не бывает людей, которые не знают, чем себя занять. Рабочие, хладнокровие, правильное понимание слов, закон и справедливость, способность быстро принимать решения. В гражданских вузах такому не учат. Это вотчина будущих полицейских. Дисциплина начинается с порога и прослеживается везде. От приветствия на вытяжку старшего по званию до ровных линий кроватей. Дежурный по курсу на выход. Товарищ подполковник, за время несения службы происшествия не случилось. У меня на курсе находятся 62 курсанта. Многие ребята в основном проживают в Рязани, в Рязанской области. За первыми погонами в Рязань едут молодые люди из Мурманска, Тульской, Калужской областей. Только в отличие от студентов, подъем не проспишь и пару не пропустишь. Курс, подъем! Форма одежды номер 4. Построение на физическую зарядку. Сторонний наблюдатель увидит немного. Зарядка, занятия, воспитательная работа. Но лишь тот, кто видел жизнь курсанта изнутри, понимает, что этим она не ограничивается. Наш коллектив довольно-таки быстро сплотился. Еще когда мы поступали сюда, с первых дней мы начали дружить все вместе. Начальник первого курса, как ювелир, обтачивает молодых юнцов и превращает их в настоящих курсантов. На территории университета он для ребят и наставника, если хотите, родитель, который всегда готов помочь, освоиться и дать верный совет. Здравствуйте, товарищи дежурные. Как мы несли службу курсанты? Ребята в основном пришли самые достойные, лучшие из лучших, которые прошли профессиональный отбор, выдержали испытания. Целый месяц они проходили это испытание на учебных сборах в поселке Солоча. Пока сверстники удивлялись смекалке киношных негодяев, большинство курсантов университета МВД с детства представляли, как сами будут ловить хулиганов и жуликов. Военный человек невооруженным глазом разглядит, кто с честью пришел продолжить династию, а кто стал в этом деле первопроходцем. Он довольно-таки сложен после обычной гражданской жизни. То есть это не как в школьное время. Ты пришел со школы, захотел, поспал, захотел, там, пошел, погулял. Здесь все строго в простопорядок. Ты отучился, пообедал, морально-психологическое, сампо, уборок. Здесь вот это, к этому сложно было привыкать. Первокурсники признаются, раньше и не представляли, какое количество дел, оказывается, можно успеть переделать за один день. Режим питания тоже по распорядку. За это родителям переживать нечего. Кормят, как в санатории, каждая калория на своем месте. Есть и выпечка, и наваристые супы, и второе на выбор. Курс, приятного аппетита! Саимно! Георгий Иванов стал первым курсантом, который приехал из приморского города-курорта на западе Крыма. По стопам отца в морской флот не пошел. Ну, я понял, что здесь все строго, как бы, такого сюси-пуси, как мамочка, не было. Будет все сам за себя, то есть ты должен сам все себе делать. Взрослая жизнь началась. Георгий, хоть и мечтал стать полицейским, а не представлял, что этому поспособствует в первую очередь бокс, которым он успешно занимается, с шести лет. Когда Крым воссоединился с Россией, он оказался в сборной страны. Там и узнал о Ярославле Пешкове, который сегодня тоже успешно учится в университете МВД. Единомышленников нашлось так много, что выбор уже не стоял. Сдал экзамены, а два года, 14-15 год, еще Владимир Владимирович Путин сказал, что без ЕГЭ поступайте в любой университет России. Труднее всего после гражданки привыкать к нарядам. Учебный процесс постоянно чередуется с несением службы. Зато и подготовка соответствующая. Дзюду, легкая атлетика, бокс, выбирай что душе угодно. Участвует в разных спортивных кружках, художественной самодеятельности. Занимается очень активно, спортивной жизнью. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила набег Катюша, на высокий берег, на крутой. Меняется и образ полицейского. Вместо двухметрового дяди Стёпы на смену пришло поколение интеллектуалов, способных вычислить преступника с помощью современных средств и методов. Рост не дает ничего такого, прям сверхъестественного. Как говорится, чем выше человек, тем громче он падает. Будущим курсантам на заметку. Готовьтесь удивлять преподавателей не количеством подтягиваний и приседаний, а правильно расставленными запятыми. Сегодня в приоритете грамотность. Владимир Артёмов из Сасова признаётся, что за эти несколько месяцев кардинально пересмотрел взгляды на дисциплину и порядок. Своей профессией, своей работой в дальнейшем я смогу помогать людям. Меня вот это привлекает. Начальник первого курса Валерий Беспалов не устает приводить примеры из своей практики работы четверть века. Начальник курса – добрый человек, отзывчивый, который, если ты к нему обратишься, он поможет, не откажет. Где-то даст свой совет. Человек хороший. А вот настоящим первокурсником всё-таки не был. Юридически закончил заочно. А на службу пришёл прямо из дивизии имени Дзержинского. Так что отличие курсантской жизни от армейской знает хорошо. Чтобы на одеялах имелись три полоски, вот это надо было натянуть нитку, выровнять. И сейчас? И сейчас всё то же самое, как в армии. Вот это моя кровать. Здесь я сплю с октября 2015 года. После того, как я приехал с курса молодого бойца, салочи. Сладко спится? Да, теперь спится сладко. Сначала, конечно, после домашней кровати было непривычно, но потом привык. И теперь это родное место моё. Ребята уже к этому привыкли, и они достаточно очень быстро управляются каждое утро. Сразу заправляем кровать и натягиваем ниточку. Все дружно, коллективом смотрим, и быстро, конечно, у нас получается делать. Минуты две, как бы три, так не понимал, как правильно делать. Но потом со временем наработал мастерство уже, и как бы само уже автоматически проснулся, застелил, быстро минута уделяется, и всё. Именно курсантская жизнь, она меня к порядку приучила. Теперь, как домой приезжаю, всё у меня строго, чётко. Жизнь, согласно расписанию, по силам не каждому. Это сознательный выбор и начало принятия мужских решений. Курсант – человек серьёзный. Отдельные часы для спорта и самоподготовки. Результат – все как один сплошной механизм плечом к плечу. Четыре. Оп! Накрыл! Оп! 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 Мэ! Пока в бой идут одни старики, молодёжь учится филигранно чеканить шаг, правильно заботиться о форме и успевать совмещать учёбу с увлечениями. Молодые сотрудники смотрят на новичков с ностальгией. Константин Рожков был первокурсником в 2007-м, а кажется, только вчера. Все наши выпускники сейчас достойные сотрудники, офицеры. Некоторые проходили службу на Северном Кавказе, где показали себя, а также проявили себя в практических органах. Стали хорошими следователями, оперативными работниками, участковыми. Все люди, которые воспитывают сотрудников будущих, сами не один десяток лет служили на земле в практических органах и передают свой опыт молодому будущему поколению. Тех, кто не имеет отношения к полицейскому вузу, в шутку называют людьми земли. На правах прессы с удовольствием передаём приветы на малую родину первокурсников. Передаю привет своей маме. Очень скучаю и люблю. Мои родители, мама, отец и брат, вам огромный привет. Брат, тебе желаю, чтобы ты процветал в спорте, также прислушался отца, поступал в морской флот, так как ты защитник отечества, ты должен защищать свою семью, свою родину. Курсантская жизнь – это не только кровати по ниточке и день по распорядку. Из строгой геометрии правило только одно – если выбрал эту прямую, не сворачивай, иначе какой смысл? Мы желаем всем курсантам университета МВД с честью отучиться, а всем поступающим не бояться дисциплины и на всякий случай повторить матчасть. Как показывают криминальные сводки, есть друг за друга путь соли уже не актуально. Ради сохранения добрых отношений с родственниками и собственной свободой, некоторые готовы прямо на месте преступления съесть улики. Пять килограммов синтетических наркотиков были найдены оперативниками раньше, чем 20-летние продавцы успели закончить свою грязную работу. Чем вообще ты тут занимаешься? Развозили, закладки делали. Закладки? А ты закладки не берешь? Ну, подбирали опты, потом фасовали и раскидывали. Понятно. То есть ты получал только сырье, да? Да. Преступную группу на троих сообщники сообразили в одной из рязанских квартир. Там и фасовали отдельные дозы наркотиков в самодельные контейнеры. Во время специально подготовленной операции полицейские задержали трех злоумышленников прямо на адресе. В ходе досмотра жилища сотрудники полиции наряду со специальными весами и множеством заготовок для кустарной упаковки обнаружили пакет с порошкообразным веществом и два брикета бурого вещества. Позднее экспертиза установила, что злоумышленники должны были расфасовать 2149 граммов синтетики. За очередной посылкой с оптовой партией наркотиков поехали уже оперативники. Товар злоумышленники замаскировали под листвой в лесополосе на окраине Рязани. В запаянном полиэтиленовом пакете содержалось более тысячи граммов сильнодействующего средства. Другие импровизированные тайники находились в гаражных кооперативах. Звеней в криминальной цепочке, как всегда, оказалось несколько. С использованием возможности сети интернет планировал распространить наркотики и 23-летний житель Рязани, задержанный накануне сотрудниками уголовного розыска. Оперативники сразу же зафиксировали первые попытки злоумышленника сбыть небольшое количество синтетики. В ходе проверки выяснилось, что большой запас наркотиков молодой человек может хранить у себя дома. Когда оперативники зашли в квартиру, злоумышленник попытался уничтожить часть наркотиков. Начал засыпать порошок себе в рот. Но его немедленно остановили. А здесь какие наркотики вообще распространены? Их называют присталом. Ну, это он их так называл. Сам употребляешь? Всего не употреблю. Десятки пакетиков с наркотиками и целый список кормушек для желающих испортить свою жизнь пагубным пристрастием и уголовным сроком. А таких желающих немало. Длинная цепочка сообщников вывела оперативников на 33-летнего рязанца и его 29-летнюю родственницу. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Любой человек и гражданин вправе обратиться в уполномоченные органы, в частности в суд, для осуществления мер по защите своих законных прав и интересов. Но как раз в тот момент, когда речь заходит о правах, люди забывают о своих обязанностях. Сегодня поговорим об основополагающих принципах судебного разбирательства. Одним из них является непосредственность и устность. Что это означает? Это означает, что в судебном разбирательстве все доказательства по уголовному делу подлежат непосредственному исследованию. Первый случай – оглашение показаний потерпевшего или свидетелей в суде. Первое – это оглашение ранее данных показаний, согласие сторон при неявке свидетеля либо потерпевшего в суд. В этой ситуации, как правило, заслушивается мнение всех сторон, то есть выясняется позиция адвоката, подсудимого, обвинителя. Согласны ли они на оглашение показаний данных участников уголовного судопроизводства в суде. Если свидетель или потерпевший изменили свои показания. В этом случае выясняются причины таких противоречий. Третий случай – оглашение показаний потерпевшего или свидетелей в суде. Оглашение ранее данных показаний по ходатайству сторон или по собственной инициативе суда только в определенных случаях. Какие основания закреплены для заучного оглашения показаний? Смерть потерпевшего или свидетеля. Тяжелая болезнь, препятствующая их явке в суд. Отказ потерпевшего или свидетеля, являющегося иностранным гражданином, явиться по вызову суда. Стихийное бедствие или иное чрезвычайное обстоятельство, препятствующее явке в суд. Если свидетели или потерпевшие трижды проигнорировали вызов в суд. Введено новое, пятое основание – оглашение ранее данных потерпевшим или свидетелем показаний и воспроизведение видеозаписи следственных действий с их участием в суде в случае их неявки в судебное заседание. Теперь такое решение может быть принято судом по ходатайству стороны или по собственной инициативе, если установить местонахождение потерпевшего или свидетеля для вызова в судебное заседание не представилось возможным. Право огласить показания заочно может быть реализовано судом только при возможности подсудимого в предыдущих стадиях производства оспорить эти доказательства. Редактор субтитров А.Семкин